Блин, повезло. Хотя Ситар сам локерок, еще тот. Я хотя сейчас слышно. Да, тебя прекрасно слышно. Ты ощущения свои, скажи, ты рад, доволен? Я очень рад, очень. Я как раз взял реванш у Ситара. А, ты же проиграл ему, да, в течение сезона? Да, после гномов, когда они меня избили. Кстати, насчет... Давай, насчет чего? Последнего хода. У меня там была такая классная заготовочка. Если бы мне не удалось бы повалить этого гаттер-раннера. Ты собирался толкать на Блицера, Гаттера. Да, потом на Вичку. Да, да, я видел этот треугольник, это было достаточно интересно. Тебя, кстати, слушает все население РББЛ, здесь вот говорят. Кстати, я не посмотрел одну вещь. А, нет, всего лишь 50 человек, к сожалению. Маловато, не 150. Кстати, ребят, передайте на канале Ситара, что здесь интервью берут у победителя. Да. Вот еще, что я хотел спросить. Что ты испытывал в тот момент, когда Ситар делал свои пасы и сравнивал уже на последнем ходу счет? Лаки Рок. Ну, я примерно делал то же самое, когда бросал 50%, но не повезло. Так, ладно, вопрос номер два. Почему ты не стал делать ГФИ? Там одно ГФИ, и у тебя был переброс ради того, чтобы сделать пас из оранжевого в желтый. Я как-то даже не подумал. И в итоге трешки тебе не подошли. Просто как-то вроде бы посмотрел, вроде бы нет. И уже какой там был ход? 20-й, наверное. Да, что-то в районе там. Уже немного подустал считать, смотреть. И я думаю, ладно, кину сразу. И убежать хотелось в закат. Но не получилось. Ну, там просто был чуть-чуть другой розыгрыш через низ. Когда ты мог, вместо того, чтобы освобождать мяч, ты мог сверху крыску сбить. И в итоге, как бы, делать 2 плюс кетч, 3 плюс пас, но 3 плюс подбор при этом делать. Да, и, короче, я сделал, что сделал. Да-да-да. Ну, что я еще хотел спросить-то? Тебе не хватало твоего ассасина? Я думаю, да. Он бы половину разрезал бы команды. Ты бы... 4-х силового. Он тебе мешал, да, всю игру? Да вообще. Не, ну, 4-х силовой очень хорошо отыгрывал, на самом деле. Наравне с крыса-огром он там постоянно мешался. Правда, меньше травмировал, чем крыса-огр, конечно. Но, в принципе, неплохо-неплохо играл, согласен. Ты бы не прочь был переиграть матч, если бы у Ситара вышел его Ван Тернер, а у тебя вышел бы твой Ассасин? Нет. Ну, то есть ты Ван Тернера все-таки боялся, да, достаточно сильный? Был рад явно, что его покалечили. Конечно, очень. Жаль, конечно, что в том матче не сломали 4-х силового, а то, конечно, без длительных. Кстати, у тебя там на фоне, по-моему, мой скайп пищит. Да, я не знаю, почему, но ты не отвечаешь. А, ну ладно, я такой, да. Мне кажется, просто тут все вспотело, и компьютер немного уже тупит. Ну что? Кстати, не отключить. Ну, бывает со скайпом такая штука. Собственно, смотри, я в тебя верил. Ты уже загулял? Я. Я в тебя верил, и ты оправдал мое доверие. Ты тут, Тонг? Тонг! Тонг, пупсик, скажи. Скажи что-нибудь. Серьезно? Я тебя не оправдал. Мне кажется, это все дополнительный овертайм. За него даже компьютер начал лагать. Давай, Тонг, перезвони мне тогда, и это... Давай лучше перезайду в скайп. А, ну или в скайп перезайди, да-да-да. Давай. Вот, кстати, на счет, когда Ситар забивал гол, я думал прикрывать кишкадера, или давать ему шанс забить линейкой. Блин, я решил дать кишкадеру шанс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, что-то не перезванивается. Сейчас, Рейн, сейчас, сейчас он перезайдет. Как бы волны хаоса мешают приему сигнала ровному, но мы сейчас это починим, разгоним, собственно, духов, мешающих нам в частоте нашего сигнала. Все-таки у нас же стабильное вещание. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. В общем, ждем возвращения звезды нашей. Ой, это было круто, реально. Блин, такие матчи... Вот, реально, ребят, все три игры были супер. И полуфинал был шикарен, и второй полуфинал был шикарен. Суперфинал был вообще вне всяческих похвал. Это было просто что-то с чем-то, наверное, действительно эпичная игра и достойное окончание сезона, я бы сказал. Один слов трэш? Это, да-да-да, первый сезон «Гном на гном» был вообще, конечно, провален. О, вон, звезда вернулась. Все, теперь я все сделал. Как это? Корбан, детка, ты готов? Хе-хе-хе-хе-хе. Нет, праздновать я не иду. Как ты не идешь праздновать? Пока что, да, пятницу не хотели. Надеюсь, в четверг отпразднуй. А-а, не, ну то смотри, я тоже подтянусь. Будем бухать в троёх. Хе-хе-хе-хе. Слушай, здесь еще были вопросы. Ты в армию не собираешься в ближайшее время? Будешь ли ты вообще в следующем сезоне участвовать? Смотря, куда я пойду. Я, скажем так, я собираюсь идти по контракту, уже все, все документы отдал, все прошел. И я вот не знаю, должны позвонить, если нет, то придется на срочку. Если будут... Если на срочку, то не получится. Это сколько получается? Два сезона или сколько? Год? Год, это... Четыре сезона почти. Ну, ты придешь в середине четвертого, получается. Серьезно? Да. Жесть. Смотри, девять недель, ну, это... Подожди, почему девять, там, десять. Где-то одиннадцать недель на сезон у нас выходит. Жесть. Хрюцкого. Ну, я надеюсь на контракт, там, что, примерно как работа будет. Может быть, командировки и все такое. Ну, смотри, мы тебя будем ждать. Возвращение. Тут Синерус пишет. Давай-давай. Типа, тебя закатать в землю. Хрюцкого. Ну, и еще пару людей. Но не в Саламандре. Ну, я-то всегда жду тебя. Не, я-то жду еще Легислато оттуда. У меня там должок. За его 6,5. Ну, смотри, ты приходишь, а там Азуреус тебя будет ждать. Ты не боишься Норсов? А я не видел у кого-то, честно. Ну, сейчас они там под 2000 ТВ имеют. Почти без поражения идут. Фига себе. Я, конечно, видел там в спайк-магазине, что новичок уже, да, там выгодил? Да. Нет, даже не. Ну, я честно. Нет? А, восходящая звезда Ренегат. Да, новичок, скорее всего, он был. Я просто не смотрел команды, так что не знаю. Ну, то есть ты особо пока не планируешь заявляться в следующем сезоне? Я, честно, я, может, заявлюсь, но найду кого-нибудь, чтобы играл из меня. Ну, честно, не знаю. Все равно пока сейчас есть время две недели, или сколько там, недели. Так что пока буду думать. Ну, в будущем сезоне основная проблема — это ограниченное количество замен. Хотя если договоришься с администрацией, я думаю, можно как чемпиону и неограниченное количество замен. Еще, блин, Спайк Маккэксом. Спайкап. Спайк-спайк-спайк. Кубок Спайка. Хорошую сетку сделали, посмотрел. Финалистов дали по дополнительной игре. Ну, правильно, надо же тренироваться. Как же по-другому-то? И даже здесь так все скинули на рандомчик. Так, и, кстати, еще один вопрос. Подогревало ли тебя к победе... Как это? Подогревало ли, скорее, тебя к победе заключенное со мной соглашение? Стимулировало ли я тебя? Ну, оно подстегивало, но, скажем так... Если бы у меня Пситар бы перебашил, то, скажем так, ничего бы не получилось. А, вот еще вопрос. Ты заметил то, что на последнюю игру багом вышел дополнительный катаран? Да, я посмотрел по кубам. Там было 4. А вот я с ним 4+, он прокинул 3+, и он вышел. Да, я посмотрел. И я написал Ситару. Я написал, что это не Крон, перед все. Ну, как бы не было реальных... В правилах, вроде как, не осуждается, так что... Ну, победителя уже не судят. Так что мне уже нечего жаловаться. Заодно и чемпион. Да, да, да. Ну, что ж... Ну, Кроссоогр бесится очень. Ну, Кроссоогр действительно очень хороший, на самом деле. И 4-х сильный с таклом. Вот если бы он был без таклом, он был бы не такой противный. Так я, конечно, 4-х сильный очень сильно напрягал. А как я занимал первые места в грифонах и так далее? Все благодаря блоджеру. Пишли поголовному блоджеру и все. Там 1-2 такла, это не играет против эльфа практически. То есть, если только какого-нибудь Локи Рок будет кидать на все блоки шестерки, то только тогда. Ну, или против тебя, Гнома. Конечно, с Субелем повезло очень. То, что на даджи не приходили единички, только под конец. Вот так. Ну да, с Субелем ты очень неплохо отыграл. Затащил на Лаки. По крайней мере, многие тебя осуждали, но я думаю, что после того, как ты взял чемпионство, они по-другому будут смотреть на твой стиль игры. Будут осуждать еще вдвойне, да. Я чувствую, что я сегодня не засну. Да ладно, нормально, нормально. Адреналин скоро выгорит в крови, все нормально будет. Часикой через 4 заснешь. Надеюсь. Ну, что-нибудь еще хочешь передать своим поклонникам? Поклонникам? Не знаю, да. Честно, после игры вообще даже ничего не идет в голову. Ну, а как насчет тогда передать что-нибудь своим ненавистникам? Что-то типа «выкусите». Так, первое. Лиги слад. Рейн. Выкусите. За ваши прогнозы. Видишь, я единственный, кто дал верный прогноз на этот сезон. Заметь. Ты меня верил в целых два сезона в Грифона и в Дракона. Ну, теперь все, теперь я верю в себя. Тем более, ты снялся. Отдельный респект. Еще что-нибудь? Я теперь... И теперь я... Наместник криворухого бога. Ты хотел сказать наложник. Любимая жена. Ну, видишь, не зря получил награду, кстати. Совсем не зря. Я рад. Очень. Фух. Я очень-очень-очень рад. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо за интервью. Ребята, очень спасибо. Я буду посмотреть запись твою. Обязательно. Давай, дальнейших успехов тебе. И продвижения, да. Возвращайся обязательно. Будем ждать. Ну что, господа. Наверное, на этом на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...